Четвертая книга Моисея, числа, глава двадцать девятая И в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока, и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на тельца, две десятых части ефы на овна, и одну десятую часть ефы на каждого из семи агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияния их по уставу в приятное благоухание Господу. И в десятый день сего седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Смиряйте тогда души ваши, и никакого дела не делайте. И приносите всесожжение Господу в приятное благоухание одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока, пусть будут они у вас. И при них приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на тельца, две десятых части ефы на овна, и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев. И одному козла в жертву за грех, сверх жертвы за грех, приносимой в день очищения, и сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его, и возлияния их. И в пятнадцатый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте, и празднуйте праздник Господень семь дней, и приносите всесожжение жертву приятное благоухание Господу. Тринадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока пусть будут они. И при них в приношении хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого из тринадцати тельцов, две десятых части ефы на каждого из двух овнов, и по десятой части ефы на каждого из четырнадцати агнцев, и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его, и возлияния его. И во второй день двенадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения, и возлияния их. И в третий день одиннадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения, и возлияние его. И в пятый день десять тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения, и возлияние его. И в пятый день девять тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его. И в седьмой день семь тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его. И в седьмой день семь тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияние его. В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника, никакой работы не работайте. И приносите всесожжение жертву приятное благоухание Господу одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока, и при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их по уставу, и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и приношения хлебного и возлияние его. Приносите это Господу в праздники ваши, сверх приносимых вами по обету или по усердию всесожжений ваших и хлебных приношений ваших и возлияние ваших и мирных жертв ваших. Продолжение следует...